Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис и вместе со мной сегодня работает оператор Михаила Ситров. Мы колесим по Первовским дворам улицам на комфортабельном автомобиле Cherry M11, любезно предоставленном компанией Демидович на улице Ким, 75. И начнем с позитивного кадра дня. Серый задний фасад оперного театра становится многоцветным. Это не молодые граффитисты постарались. Это спецзаказ, работает художник из Лос-Анджелеса. Вот такая реклама грядущей премьеры. Вот здесь на пешеходном переходе в рабочем поселке на улице Индустриализация самое то изучать геометрию. Прямоугольный треугольник, я катит, асфальт второй катит. Столбик со значком пешеходного перехода гипотенуза. Теорема Пифагора, все что угодно, но лучше вспомнить не теорему. А вспомнить о том, что столбик здесь совсем для других целей установлен. И все-таки поставить его в нормальное вертикальное положение. А то не дай бог кому на голову приземлиться. Есть красивое старинное здание, которое построено 200, 300, 500, а то и тысячу лет назад. К ним водят экскурсии, а они стоят себе и века им нипочем. Жители дома номер 2 по улице Революции всерьез опасаются того, что к их дому через 500 лет экскурсии водить не будут. Более того, через гораздо меньший промежуток времени дом может тихонечко сложиться, как карточный домик. Причина вот она, пожалуйста, вспученный асфальт, трещина в стене, яма под фундаментом. В общем, не факт, что домик сложится, как карточный, буквально завтра. Но можно понять опасения жителей дома номер 2 по улице Революции. Что-то здесь явно не так. Как известно, 2013 год – это год 400-летия династии Романовых. И именно к этой дате фонд «Сибирская застава» приурочил очень интересный проект. Аллея фонтанов в парке Горького. Она пройдет от площади перед Ротундой и до улицы Краснова. Фонтаны будут круглогодичные и светомузыкальные. Зимой, естественно, когда все замерзает, свет, ну а летом свет и вода. Еще одна интересная особенность, как утверждают сотрудники фонда «Сибирская застава», ни рубля бюджетных денег на аллею фонтанов не будет потрачено. Проект «Аллея Романовские фонтаны», который будет размещаться здесь, в парке Горького, напротив Ротонды, полностью благотворительный. Мы не рассчитываем нисколько на участие государства и города в этом проекте. Мы рассчитываем, что жители города всех сословий, как это было раньше, 400 лет назад, объединятся и внесут свою лепту для того, чтобы отдать дань нашим предкам и построить этот памятник архитектуры в честь юбилея 400-летия со дня начала правления дома Романовых. Внести пожертвования совсем несложно. Можно через банк, можно через СМС, а можно прямо в парке. Будь любезно, дайте мне, пожалуйста, карточку. Спасибо. Итак, покупаете карту и отправляетесь к расположенному рядом с Ротондой платежному терминалу. Дальше просто. Подносите ее к считывателю. Пик. Есть. Взнос принят. Все люди, которые жертвуют на строительство фонтанов, вносятся в списки меценатов проекта. По итогам строительства мы установим около аллеи специальные электронные стенды, так называемые доски почета, где каждый сможет прийти, посидеть на лавочке, отдохнуть и дождаться своей фамилии, увидеть, что он внес в свой вклад, что частичка фонтана принадлежит ему. Прежде чем попрощаться, напоминаем, продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. Автор самого интересного и содержательного послания получит вот эту вот карту от парка Горького. А на ней 3000 рублей. Есть за что бороться. А посему не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы и сайт телекомпании «Рифей» в интернете. Пишите и звоните. Завтра увидимся. Ну а на сегодня Игорь Гиндис и Михаил Ситров с вами прощаются. Спасибо. Удачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok